Где в Кунгуре жители возвращаются домой на ощупь и чем грозят узкие улочки? Расскажем в нашей постоянной рубрике «Мелочи жизни». Вначале поблагодарю всех тех, кто оставляет нам сообщения в нашей группе ВКонтакте. Благодаря вам мы более оперативно реагируем на ваши сообщения о различных мелочах. Итак, сегодня поговорим об освещении в микрорайоне РМЗ. Буквально на днях мы получили сообщение, что здесь не горит ни один фонарь. Буквально вчера вечером, возвращаясь домой, я все же решил это проверить. Я живу неподалеку и доехал до РМЗ, чтобы посмотреть, как здесь обстоят дела. Давайте перенесемся во вчера и посмотрим, как это выглядит. А выглядит это следующим образом. Прямо сейчас я решил съездить в микрорайон РМЗ на собственной машине, чтобы увидеться лично, что там действительно не горят фонари. И вот что мы видим. Фонари еще есть, но последний, по крайней мере, из видимых мне, находится возле магазина, который продает различные изделия из поликарбоната. Впереди уже тьма, по крайней мере для камеры телефона. Единственное светлое пятно – это всем известный магазин алкогольных напитков. Ну, в общем-то, он и освещается за собственный счет. Вот так это выглядит. Дальше перекресток с улицы Красногвардейцев. И, кстати, на ней фонари горят. Видимо, совершенно другие люди там живут. Вот, это, кстати, прекрасно видно. Идем дальше. И как раз передо мной газель, которая привезла пассажиров. Сейчас посмотрим, как люди вынуждены ходить по такой темноте до дому. Многие пишут, что у них есть фонарики. Сейчас проверим. Да, жаль, вам не видно, к сожалению. Но здесь вышло три пассажира. Идут вроде бы без фонариков. Следуем за газелью. Она нам немножечко и осветит путь, который ведет на конечную. Действительно, люди были правы. Здесь нет ни одного фонаря, который бы даже, хотя бы едва, но светился, пусть даже в полнакала. Впереди дома по улице Свободы 144 и 151. И также нет фонарей, хотя в параулках они есть, и они светятся. Что происходит с улицей Свободы, непонятно. Видимо, они живут против каких-то правил, раз главную улицу микрорайона РМЗ погрузили в такой мрак. Ну и традиционно конечная газель паркуется к остановке. Ну а я заворачиваю к магазину речник, у которого, кстати, светло, но тоже за счет магазина. Вот такая история. Как видите, жалобы жильцов оправданы. На РМЗ действительно нет света. Когда это изменится и изменится ли к лучшему, я не знаю. Хочу лишь отметить, что когда на улице темно, полицейские чаще фиксируют различные правонарушения. Надеюсь, до этого не найдет. И свет на РМЗ появится гораздо раньше. Ну а сейчас мы оказались в частном секторе. В таких местах мы бываем редко, потому что все-таки частная жизнь, частная территория и все такое прочее. Однако, когда проблемы участников выходят на общий городской уровень, вернее на общий уровень, об этом можно говорить. Слева от меня участок, где раньше был дом под названием, по адресу Прорывная 66. Но не так давно, а буквально месяца два назад, новый хозяин, или может быть старый хозяин, решил старый дом разобрать. Что он, в принципе, благополучно и сделал. Но вот только освободить тротуар и улицу от бревен, которые остались после разбора дома, он почему-то не удосужился. И кунгуряки не раз уже обращались к нам в редакцию с просьбой. Снять это место и показать то, как разбирать дома, не нужно. Ведь необходимо помнить, что тротуар является общегородским имуществом, и по нему ходят другие кунгуряки. А это значит, что в данном случае ходить здесь не очень удобно. А в целом, такой развал еще и пожароопасен. Большая просьба к хозяину, новому или старому, убрать все то, что он наворотил в на месте по адресу Прорывная 66. Ну и в завершение о странных изменениях на улицах нашего города. К нам обратились кунгуряки, которые посетовали на то, что вновь построенные дома по улице Октябрьской, а это именно так называется улица, я скажу, что раньше по ней ходил локомотив, стали очень узкими. И действительно, посмотрите внимательно, ширина от забора до забора. Немногим больше размаха моих рук. Это всяко меньше 4 метров, которые необходимы для проезда техники. И, глядя на свежий деревянный забор слева, понимаешь, что, судя по всему, он стоит чуть-чуть выдвинутый. Я делаю этот вывод только лишь потому, как расположены трубы газа. Обычно их прокладывают по границе участка. Здесь же вы видите, что забор торчит из-за этих границ. В подтверждении слов мы действительно прошли несколько сотен метров, дабы выяснить, как попасть на эту улицу. Допустим, тем же оперативным службам. И вот тот самый проезд, который раньше был. Теперь же вместо него впереди забор домовладения. Это значит, что проехать сюда можно только дальше, по улице. А она, в свою очередь, зачастую, как вы видите, перегорожена автомобилем. И ведет как раз к тому месту, куда спускаются люди из паспортного стола. Не самый лучший объезд в случае экстренных ситуаций. Почему так произошло, я думаю, заинтересуются ответственные за это службы. Мы же, в свою очередь, ждем возмущений от жителей. И если они готовы общаться, обязательно попытаемся разобраться, кто прав, а кто виноват.